Рок-клуб пришел ко мне, он пришел в мой район, в мою квартиру, в мою среду. Так получилось, что в мою среду пришел Рок-клуб еще до... Когда телевидение пригласило Рок-клуб на просмотр каких-то иностранных телепередач, Коля Михайлов тоже принимал там участие, а и вот Лена Иванова, и вот они все ходили на телевидение, пришли там. А потом все пошли домой, а домой это значит почти ко мне, к моему другу. Там я познакомился с самим Рок-клубом, руководством Рок-клуба. Но в Рок-клуб никогда не вступал, ну то есть один раз для проформы, ну только чтобы ходить на концерты. Мы играли с Рыбином, просто поигрывали дома, когда он ушел из кино. И мы придумали группу под управлением Рыбина, вот так я и вступил в Рок-клуб. Но это мне давало право только просто по субботам получать билеты бесплатные. Ну они были бесплатные, но так их просто никому не давали, только член Рок-клуба. Вот, и так я стал членом Рок-клуба. А в 1984 году я начал записывать эти группы. То есть приходить ко мне, начали домой, я раскрыл свою квартиру для вот тысяч ног. Да, Рок-клуб пришел ко мне. Он пришел в мой район, в мою квартиру, в мою среду. Так получилось, что в мою среду пришел Рок-клуб еще до... Когда телевидение пригласило Рок-клуб на просмотр каких-то иностранных телепередач, Коля Михайлов тоже принимал там участие. А и вот Лена Иванова. И вот они все ходили на телевидение, пришли там. А потом все пошли домой. А домой это значит почти ко мне, к моему другу. Там я познакомился с самим Рок-клубом, руководством Рок-клуба. Но в Рок-клуб никогда не вступал. Ну, то есть один раз для проформы, ну, только чтобы ходить на концерты. Мы играли с Рыбиным, просто поигрывали дома, когда он ушел из кино. И мы придумали группу под управлением Рыбиным. Вот так я и вступил в Рок-клуб. Но это мне давало право только просто по субботам получать билеты бесплатные. Ну, они были бесплатные, но так их просто никому не давали. Только член Рок-клуба. Вот. И так я стал членом Рок-клуба. А в 84-м году я начал записывать эти группы. То есть ко мне начали домой. Я раскрыл свою квартиру для вот тысяч ног. Я в 12 лет пошел учиться киномеханикам. Ну, туда. Меня школа отправила. Потому что, видите, человек тяготеет, хочет кино показывать. И меня отправили туда, значит, кино учиться показывать. И заодно этот же преподаватель, Горкин Евгений Анатольевич был, он преподавал основу киномеханик, то есть кинопроекторы, и работал в кружке акустика и звукозаписи, которая построила ЛАМО в этом доме юного техника на Охте. Панфилу 23. Вот. И в этот момент мне было 12 лет. Чем занималась эта студия до Тропилы? Ничем. Снимали фильмы. Стоял магнитофон на 38. Он не работал. То есть, в принципе, по большому счету, ничего там не было. Тембры стояли какие-то. Ну, что-то там записывали. Детишки. Вот. И в один прекрасный день. Горкин уезжает в Израиль. Приезжает, приходит другой. Поработал полгодика и ушел тоже. А след за ним пришел третий. Андрей Владимирович Тропилов. Молодой, 26 лет, длинные волосы. Преподаватель. Ну, мне уже было тогда лет 16-17. Ой-ой-ой, не-не-не. 12-13. 14 лет. Я немедленно влюбился в этого человека. Немедленно. Вот в эти усы. Но он нам совершенно не уделял внимания Тропилы. Он все время... К нему приходил Шклярский, Савельев. Коля Михайлов. К нему приходили люди Гребенщиков, Сева Гакель, Ольга Першина, Андрей Барановский. Вот они все приходили и отвлекали Андрея Владимировича от того, чтобы заниматься с нами. А мы в это время записывали... То есть он нам давал машину времени, мы переписывали, а потом разносили по школам. Так мы становились самыми крутыми людьми в школах. Потому что у нас были самые крутые записи машины времени. Никто не мог понять, откуда это вообще-вообще в природе есть. А вот оно. Копия с оригинала. Это было очень качественно. И однажды наступил 1980 год. Я уже перерос звание пионера и уже просто ходил туда к Андрею Владимировичу. Ну, так, разнюхать что-то новое. Может, машина времени что-то записала. А может быть, еще что-то. И в один прекрасный день я прихожу, и на магнитофоне на 38, который вдруг заработал, стоит лента Тип-6, свема, крутится. Она не играет в синий альбом. Это было не машина времени. Сразу мы поняли, что это не машина времени. Ну, мы детишки такие. 16 лет. Это было потрясение. Я сразу же принес домой. Включаю. Папа, мама. Посмотрите, по-русски. Мама, 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 разнодорожная вода. Папа говорит, что-то непонятно. Не та культура. Мама говорит, ну, это же американская. Федор, ты не помнишь? Эти волосатые пели вот такие песни. Они же были в Америке, жили и проходили мимо. Волосатых, разумеется, только начинался хиппи, когда он только был в андеграунде. И они вот пели такие песни. Не знаю, кто их научил. Ну, и мама сразу поняла, что этот человек непростой. И когда Гребенщиков пришел в наш дом, он сразу нашел с мамой общий язык. Они сразу по-английски читают. А, значит, какие у вас книжки? А что вы читаете? Я читаю фэнтези. Фантастику? Нет, фэнтези. Мама говорит, а что такое фэнтези? Сказки? Ну, да, усмехнулся Борис, сказки. Потом на этих сказках вся страна сторчалась. Тропила дал мне много аппаратуры и сказал, играй, делай, что хочешь. Я развернул провода в своей квартире и устроил полный рук-клуб. И ко мне ходили группы по одной. И пробовали просто себя в этом. А никто еще, даже кино, еще не было в том статусе, чтобы прийти и записать что-то. Они даже стеснялись сказать, что давай запишем альбом. Они говорили, давай попробуем что-нибудь сделать. То есть не было такой уверенности, что все получится. Однажды, когда Марьяна позвонила, мне говорит, Лешенька, ты не можешь помочь нам записать альбомчик? Вот мы тут хотим. Тропила не дает нам свести кино ночь. Все не сводит и не сводит. А у нас уже новые песни, хочется весна уже, надо что-то выпускать. А Тропила все не телится. Таким образом, я записал второй альбом. Кино – это не любовь. И в этот период я-то подумал, что это очень хороший момент. Тропила дал много тембров, которые переделал на 38. Много аппаратуры и приходил дефлорировать жизнь. Я скажу так. Я до Тропилы, у меня был такой жизненный план. Я работал на… Не до Тропила, а во время уже Тропила. Я пошел работать на жутко вредное производство, на фабрику Возрождения, в цех первичной обработки хлопка. Это такое место, в которое привозят из Средней Азии вот это вот кипы собранного хлопка на поле. Ну, и привозят его со всем, с чем собрали. Разумеется, там вся флора Средней Азии. Наша задача была при помощи машин отделить зерна от плевел. То есть нам нужно было получить чистый хлопок на выходе. В итоге мы все дышали тем, что с него стрясалось. Там, конечно, вентиляция была, все хорошо, но пыль, пыль кипами по 300 килограмм прессовали. В этом же, в нашем цехе. То есть понятно, что если прессуется пыль, как бы она там водой не смачивалась, все равно это много очень пыли. Все равно это респиратор, но респиратор не потому, что пыль въедалась в кожу, в уши, в тело полностью. Там я зарабатывал 200 рублей и покупал, утропил и потихонечку скупал у него неликвидное оборудование. Микрофоны, которые потом быстро очень ломались. Пленки, провода, разъемы, магнитофоны. А потом в итоге моим родителям все это разонравилось. Они сказали, что они сделают ли нам... Ну, то есть не пошел бы со своими музыкантами. А я тогда сказал, пап, ну, у нас, мне же есть какая-то юридическое право жить от вас отдельно. Давайте как-нибудь придумаем. Нет бы моим родителям, бы снять бы у меня квартирку. Ну, и поиграю. Я бы порадовал. Я год бы поиграл, вернулся бы обратно. Но мне пришлось сломать всю свою жизнь, очень эффективно жениться и разменять квартиру на две двухкомнатные, чтобы просто, ну, устроить студию. Родители этого не выдержали, быстро умерли. Вот. А студия проработала где-то, ну, дай бог, три года. С 86-го по 89-й. В 89-м году замаячила многоканальный магнитофон. Появился прямок в доступе отдельно от Тропилы. Первый многоканальный магнитофон, ну, кроме мелодии еще, чтобы было, в студии Дворца молодежи. Это изменило, в принципе, ход истории. К Тропиле ходили очень много музыкантов, да, на которых мы, мальчишки, смотрели и завидовали им. Мы очень хотели стать такими же, как они. Ну, мне, по крайней мере, точно. Я первое, что я сделал, это отрастил волосы, чтобы быть похожим нам там, на рок-музыканта. Вот, в итоге я всю жизнь проходил похожим на женщину. И только сейчас образовывался, полтинник у меня исполнился, и я состриг этот кошмар. Кошмар, который преследовал меня всю жизнь. Во имя какого имиджа дурацкого я это все делал, я не знаю. Ну, наверное, это был духовный рост. Период духовного роста. Так получилось, что Тропила вообще взялся меня... Ну, он увидел во мне зерно человека, который хочет участвовать в том, в чем участвует он. Он просто нашел отклик. И я стал ему просто помогать. То есть он мне сказал так, что, видишь, мне выгодно, чтобы ты был, потому что вторая студия Ленинградского рок-клуба, получается, что у нас одна студия, это я. Я не успеваю все сделать. А наша задача распространить рок-музыку по магнита-альбовам, то есть, ну, по лентам, чтобы распространение шло. Потому что у нас же не было никаких иных возможностей распространять музыку, кроме как естественных. Таким образом, Тропила очень сильно меня подковал, в том плане, что чем больше ты сделаешь музыкального материала, тем лучше. То есть это смысл твоей жизни. И моей тоже, говорит Тропила. Смысл нашей жизни должен быть в том, чтобы как можно больше нагадить этому миру. Я принял это и говорю, хорошо. А говорю, а давайте запишем, говорю, свинью. Он говорит, я не могу свинью записать, потому что он подследственный. Вот. А я говорю, а я могу. У меня папа с Мольным работает, мне ничего не будет. Я почему-то председатель кооператива. Ну, это глупо, и я, на самом деле, не знал, с чем я рискую. Ну, мы сделали это. Вот. Так что Тропила, он как бы участвовал в моем воспитании, и он мне послал Кулевасину. Первое, куда он мне послал, это Кулевасину на духовное обучение. Музыки нормальной послушать. После этого я сказал, что я послушал музыку, я хочу срочно научиться играть. И говорит, а поучись у баба. Я говорю, он очень классно играет. Говорю, очень хочу, вот как он. Как-то он играет. Вот. И Борис Борисович привил мне это. Реги привил, рассказал, что такое ритм. Потом я учился у Голубева. Слава богу, рок-клуб устроил секцию обучения ритмики. Я там пару раз походила. Было бесплатно совершенно. Можно было прийти, послушать. Прикуриться, не прикуриться. Я не прикурился. Потом он же перед смертью еще меня позвал. Я еще раз пришел. Опять не прикурился. Но все равно звонил, говорился, давай. Как-то пытался меня там. Ну, быстро умер. Как-то внезапно. Игорь Голубев. Вот. И тогда, когда я уже, так сказать, исчерпал Бориса Борисовича, ну, он мне уже больше... Ну, то есть он мне все показал. А мне потом захотелось дальше пойти. Я говорю, а вот как же вот, как Леви вот. Он говорит, а позвони Леви. И дал мне телефон. Я позвонила Леви. А Володя говорит, а приходи. Научил меня играть чужостранца, песню «Пора». Я все играл, как он прям. То есть так же. Ну, правда, он-то умеет играть, а я не умею. Но я, как обезьяна, научился практически так же. Вот. Потом, конечно, как-то мне это не пригодилось в жизни. Потому что в 88-м году, когда появились секвенсоры, я сразу понял, что гитара не мое. А мне нужно программировать ноты по 16-м долям. И вот в этом я могу, значит, достичь результата. То есть мне это для моей музыки хватит. Сейчас уже у меня другая проблема. Я не могу писать музыку, потому что не обладаю исполнительским мастерством. И мне не сыграть то, что у меня в голове. И не объяснить человеку, который бы это сыграл. То есть, таким образом, когда мне приходят музыканты, играют, что хотят, я потом их режу. Потому что, ну, действительно, не объяснить. Ну, это такой вопрос интересный. Леви, по-моему, ничего нет. Леви нет. А Борис Борисович, ну, нужно было там. У него там такая ситуация была. У него жена была там. Короче, ну, если Борис Борисович сам покупал свои собственные фотографии по рублю у Виллиусова, да, это природный факт, так? Ну, почему же он должен меня обучать бесплатно играть? Конечно, папа подавал денежки. И я очень хотел научиться играть. А я еще не работал тогда. У меня еще 17 лет было. А когда пошел на работу уже, все, извини уже, сынок, мы тебе уже ничего не дадим. Ну, я больше уже не играл. Уже возомнил себя полным, так сказать, профессионалом. Ну, и на гитаре я играл круглосуточно. Прямо в туалет носил гитару и рис такую купил за 200 рублей. Потом целую отдал. Ну, могу сказать так, что качественной записи не было там ни одной. Может быть, только Петля Нестерова. Кто здесь? Вот мне больше всех нравится. Это компрессор появился на голос. Все остальное, это, конечно, чушь полная, чушь собачья. Все эти, все не записи. Но смысл в том, что моя работа была цена для Алисы, например, тем, что они могли записать демо. То есть, понимаете, в чем дело? Альбом записать это хорошо, но всегда хочется попробовать. А хочется так попробовать так. Обычно на студиях денег стоит. И люди приходят с готовыми аранжировками на голове. И экономят деньги. И вот что записали, то и показали. На самом деле это все неправильно. Я вот два альбома записал, допустим, по два раза. То есть записывал, стирал, снова записывал. Ну, чтобы чуть-чуть там... Второй раз всегда лучше все. И поется лучше, и играется лучше. И всегда есть польза в том, чтобы альбом перед тем, как его записать, его приписать дома. Сделать домашнюю версию. Это всегда очень полезно, потому что выявляется пустота в аранжировках, на которых потом уже на студии жалко тратить время. И люди, уже считая денежки, они уже играют черти что. И получается не то. И Алиса у меня записала фактически предальбом «Шестой лесничий». И это было... Для меня это был очень хороший урок, очень хороший опыт общения с очень хорошими людьми, прежде всего. с которыми я очень захотел играть вместе и работать вместе. А до Алисы я посвятил время... Причем большой отрезок жизни группе «Мифы». Это была великая группа, которую Тропилла записывала еще до аквариума. На девятнадцатой скорости. И это было... Тексты там были абсолютно эстрадные. Мне не нравились. Потому что там не было, во-первых, мата, намека на социальщину какую-то. Там не было ничего. Там были только очень далекие намеки на полную чушь. И мне это не нравилось. Я все время говорил, Гена, как бы текст это... А вот он говорит, нет у нас поэта, говорит. Ну вот пишем, что пишем. И он как бы сам понимал, что это не дотягивает до уровня какого-то. Но зато они брали музыкой. Они играли лучше всех в рок-клубе. Ну, на мой взгляд... Ну, может быть, еще кто-то играл. Ну, вот так вот эстраду... То есть они были поднаточены... Как? Они были... То есть... Они играли в ресторане «Север». Играли так фирму, что невозможно было отличить. То есть это была абсолютная музыка. И когда я это услышал, я говорю, «Ребята, давайте запишем альбом». Ну, что я хотел? Конечно же, я хотел просто научиться писать музыку. Вот так, как они. Посмотреть глазами, как это происходит. И самое интересное, что Маковиз мне даже показал несколько пианинных ходов, после чего я записал свой альбом. То есть, грубо говоря, музыканты меня подтаскивали. Я им отдавал свое время, свою любовь. И они меня учили всему. Они меня учили звуку. Они меня вставили кассеты и говорили, «Вот смотри, как должна звучать гитара». Ну, мы что-то пробовали так, как-то вот подтянуть что-то. Ну, вот. И в итоге мне удалось записать 21 альбома где-то. 21 альбом. «Тропилла 100» записала или сколько? Ну, я 5 раз меньше. Но все равно повезло вот так вот прикоснуться к этому великому столбу, такому как рок-клуб. То есть, это время жизни, это время надежд. Я спал и видел, что я выйду в черном плаще под свет софитов. Это были детские, совершенно чистолюбивые такие мечты. И у меня сбылось все, о чем я мечтал. Вообще все. У «Тропилла» всегда был только один завет. Держи фейдеры в зоне ноля. И подтягивай гейном. Вот это была самая главная наука о том, как не перегрузить пульт и как сделать звук, который никогда я не слышал в рок-клубе. В рок-клубе звуком занимались полнейшие уроды. Вообще ничего не рубящее в звуке. Когда я к ним подходил и пытался что-то сказать, они говорили, уйди, гандон, ты вообще ничего не понимаешь. Вообще кто ты такой? Это мы тут? А ты-то кто? Ты в своем говне там сидишь, говно пишешь, и все, пошел нахуй. И когда я уже записал три альбома кино и попросил Осипова, дай я посижу, сделаю хоть звук сейчас, волушке на ручках у меня. Просто грубо, чуть-чуть по морде дал. Это только предложение сделать звук группе, где я знаю каждую ноту соло, где я знаю, где нужно выделить это все. А меня просто не пустили. Это не любовь, это была весна. Солнечная весна, солнечная. Я только что женился. Только что стал мужчиной. И тут наступила эта нелюбовь. Позвонила Марьяна, я тут же побежал к Тропиле и говорю, Андрей Владимирович, мне нужны магнитофоны. Он говорит, мне вопрос. Борис Борисович? Выходит Борис Борисович. И тут Ляпин еще где-то ходил. Так, ты помогаешь нам, а мы помогаем тебе. У них была задача перенести кассовые аппараты. То есть их тоже дирекция за то, что они там пишутся, ходят. Их дирекция иногда припахивала, чтобы что-то куда-то унести. И вот из кружка автоматики телемеханики, куда поступили 20 кассовых аппаратов, из которых нужно было выпаять из каждого несколько деталей, они их выпаивали, пионеры. И потом эти кассовые аппараты нужно было перенести в утилизационную, в подвал. И были мы с другом Славкой, Ляпин и Гребенщиков. И вот мы вчетвером эти кассовые аппараты носили. 20 штуках было. Ну, вот так вот. И потом также уже взяли магнитофоны и понесли ко мне на Охту. Это было, надо было видеть, то есть. Ну, вот. И тут же я развернул студию, и приезжает Цой с Каспаряном. Включает гитару, и Каспарян говорит, день, 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 вишня. Он говорит, ты можешь добавить каких-нибудь частот? Я говорю, ну, я не знаю, вот этих. А, да, да, вот этих. Еще поменьше, побольше. Да, поменьше. Да, и низких поменьше еще сделай. Я делаю. Нормально так? Ну, да, нормально. Ну, давай. И, значит, моя гитара электрическая, ирис. На ней Цой взял аккорд и говорит, это потрясающий инструмент. Я хочу на нем сыграть альбом. Он сыграл. Я посадил его перед микрофоном и включил только микрофон. Гитара шла тоже, электрогитара, тоже каким-то образом была включена в пульт, но он играет медиатором. И вот эта смесь электрической гитары с медиатором, который ловится хорошо конденсаторным микрофоном, и сделал тот воздух, который люди сейчас ценят в альбоме «Это не любовь». Вот это вот цики-цики. Это Цой с медиатором на электрогитаре, играя на ней, как на акустике. Когда он послушал результаты еще на стадии болванок, он был восхищен просто звуком. Просто, говорит, ягодит. Просто, говорит, просто... У него была эйфория. И вот в такой эйфории они ходили ко мне в 10 часов утра каждый день в течение 10 дней. А после окончания их смены приходил Сева Гакель с Славой Гором. У них был проект «Акустическая комиссия». И они записывали альбомы «Народное тело». Раньше у Славы Горова была группа «Оля Лукоя». Потом это название взяли другие люди. Вот. И Слава Егоров, звукорежиссер «Аквариума», записал Сева Гакелем альбом у меня тоже во вторую смену после «Это не любви». Или наоборот. И еще тогда же между сменами приходил Сергей Данилов со своими пионерами. И они пытались записать там песни про черного кота. В общем, ужас полнейший. Мы со Славой Егоровым пришли к Тропиле о чем-то, как всегда, попросить. Ну, а что еще к Тропиле ходить было? Или что-то разузнать. Пришли, а там играет Сой и Борис Борисович в студии. Ну, мы здравствуйте, здравствуйте, рады видеть. И таким образом познакомились с Рыбой и Цой. Они писали бездельников в тот день. Я не знаю, это был третий приход их или первый. Спустя неделю или две Тропилу дал мне переписать в 45 первому. Ну, а я в этот же день дал переписать еще там 10 людям. Так появилось кино. Гребенщиков привел кино в студию Тропиле. К Тропиле. Они встретились в электричке по легенде. Гребенщиков услышал Цоя, подошел к нему и сказал, как здорово ты поешь. Ну, как ты еще. Девочка, не хочешь сниматься кино? В общем, я пришел, я был удивлен. Какие-то два таких человека. У Рыбы просто глаза такие, а у Цоя, ну, под природу. То есть, я подумал эскимосы. 46 как случился? Ну, это был 84 год, это еще было до этого нелюбви. Ну, просто Цой вышел из дурки. А, когда Цой, да, ну, порядка уже. Когда вот вышел в 45, да, Цой попал в дурку. Он окосил от армии, но никто об этом не знал. Ну, по крайней мере, я об этом не знал. Я звонил домой, отвечала мама, что у нее диабет, что он в больнице. Я спросил, в какой, неважно. Я говорю, так у меня, я сам с диабетиками лежу, может, он здесь, рядом, Месникова. Нет, там, неважно. Вот. А потом как-то звоню, отцой раз и вышел уже. Ну, пришел домой, он взял трубку и такой хмурый, алло. Я говорю, видите, привет. Да. Я говорю, да, Витя, я хочу записать альбом. Я не знаю, зачем это нужно. Я говорю, ну, Витя, ну, что ты, ну, что ты, ну, давай запишем. Ну, я не знаю, надо поговорить с Юриком. Ну, так, мы так сухо поговорили, а потом говорит, ну, приезжай к нам, мы будем на Блюхера, на Блюхера, и дал адрес, значит, приезжай, поговорим. Приезжаю я на Блюхера, а там, значит, Сой с Каспаряном голые, значит, песни играют. Ну, жарко очень, действительно. Марьяна еще на работе. Ну, я им сижу, пишу песни. Спел им пару песен. Вот. Они так посмеялись надо мной. Ну, уехал домой, мы отговорились, все. Ну, собрал студию, и в один прекрасный день приходит, и все, как я. Настроил гитару Юрику, дал гитару Цою, посадил их перед микрофоном, запрограммировал барабаны, как Каспарян сказал. Вот. Потом написали, что Густав барабаны. Я спросил, а почему Густав? Я же программировал. Он говорит, а что, барабанчик, что ли? Все должно быть, говорит, по чесноку. Я говорю, ну, ладно. По чесноку, так по чесноку. Не, он приходил же на последнюю сессию, у-у-у-у-у, у-у-у-у-у-у-у. Что-то напевал там. группа крови это еще это это еще подождите сейчас тут тут такое дело после это не любви если бы отцов и говорите после альбома это не любовь наступил 86 год я переехал все-таки разбомбил родительскую квартиру и построил студию на гагарина и там ну просто перегородку со стеклянной и туда сразу стала вдруг ходить кинчих вместо цоя это очень не понравилось он они очень не обиделись не ходили дулись вот а потом алиса мы начали писать плотно 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 а потом лысенко сергей приехал из киева говорит не могли бы вы записать значит мне саундтрек для фильма да не вопрос конечно запишем но потом кинчев ходил дулся ревновал что ему время не дали ну то есть грубо говоря вот такая нервы потом потом они на этой почве разосрались с кино то есть группа алиса ненавидела группу кино все вместе свой с кинчевом якобы друзья так кинчев его песни поет а вообще группа враждовали ну естественно враждовали потому что они боролись за право называться первыми после аквариума и вот когда мы с алисой подружились так с кино мы поссорились сильно поссорились сильно-сильно-сильно-сильно-сильно потом джана пришла она мне раздражала такие так терпеть не мог они вокруг нее ввелись я не понимаю вы пришли ко мне я вам все дал а вы вьетесь вокруг этой американской пизды я удивился я очень обижался на них очень ну она же им конечно жвачку привозит что не то что альбом записать вот в итоге конечно же ссорились свой бросил наушники выскочил выбежал из квартиры хлопнув дверью не сказав вниз до свидания ничего вот но потом я бегал за ним полгода сначала дулся полгода а потом бегал полгода свой никогда бы в жизни не сказал что он круче аквариума даже когда он выступал на стадионах и собирал много денег он все равно не был круче аквариума просто аквариум в этот момент там занимался херней москве в америке вот и все отцов и развивался но потом приехал гребенщиков гебенщиков на этом потерял лет десять но зато сейчас очень быстро восполнил слава дай ему бог здоровья ну а зато свой альбом записал за это время никто не мешал сердце его сразу отрецензировал житинский у житинского точнее рецензировали и и я за стал знаменитым прославился вот им вдруг мои записи собственные стали крутить по радио и вдруг меня начали приглашать на стадионные концерты финальным закрывающим исполнителем абсолютно там эстрадные концерты вдруг меня начали приглашать закрывать концерты на днях города рок-концерты металлические концерты даже группа август взяла меня с собой воды то есть грубо говоря я я бывал совершенно в разных в разных ипостасях музыкальных и везде был чужим никто мне не принимал толком и когда слава богу курёхин тогда ой курёхин да тогда очень сильно пошел вверх со своими концертами в октябрьском воскака и и в лен совета и в общем курёхин приезжал ко мне в студию переписывать и слушать 38 38 скорость и переписывать на кассеты вот и когда в очередной его приезд я как-то попросила говорю что сергей я очень хочу принять счастье в твоей поп механике ну хотя бы потому что я никак не могу на нее попасть не для билетов я очень все время там на обочине я слушаю там снизу и а мне хочется послушать изнутри вот но на концерт мне не хочется потому что я один концерт уже видел все таки а вот поучаствовать нельзя он в каком амплуа я говорю но я бы хотел вот с гитаристами выйти как гитарист еще еще один он будет это отличный год после этого без меня не было ни одного концерта практически у меня даже возил за границу хотя играть я не умел то есть на ляпин надо мной все время издевался когда слышал что я играю вот но и и и каспарян и твой они тоже смеялись надо мной над тем как я неловко играю и курёхин это слышал но он все равно меня оставил всегда между ними то есть он говорил что будет стоять вот именно таком одном из концертов я говорю витеньке виденька прости меня что я так такой был козел гандоны это не пидор ведь может быть запишем альбом а песня идет я ему кричу то есть я не могу больше я должен давай сведем у вас за группа крови там прям вот во время игры он говорит давай потом каспарян мне звонит ну что будем заводить игры давай вот мы поехали за аппаратурой мы поехали курюхину курюхин только что получил оборудование в лен концерте и мы это оборудование взяли привезли домой на каспаряновской машине они у каспарян еще не было машины не был друг который привез ему гитару из сингапура вот он как раз и помог это аппаратуру привести мы я поставил подключил и на следующий день они приносят с собой это многоканальную студию и вдруг в моем доме первые многоканал очка дать четырехканальная да но все равно я с таким любовью это готовлю ячейки для нее так это поставил эквалайзеры а вот такие здоровые 32 полосные на каждый из каналов каждый из каналов там был очень ручечку раз и шипа нет так хороший эквалайзер высокие остаются все после этого когда группа крови возникла все говорят господи даже абсолютная студийная запись абсолютно студийная офигенная фирменная потому что все шумы вычислили голоса добавили компрессия и добавили холла а холл был первый первый в истории рок-клуба не было такого эффекта в принципе нет динокорд был уже пришел когда лдм динокорд комсомольский там был холл я убрал и использовал его в алисе но спх 90 от жаны ни с чем не сравнился и рок-клуб царство ему небесное реально дал мне этот ребратор напомна некоторое время на год я еще даже с успехом его поэксплуатировал я ездил с ним на мифы рулить мифы и любнифы мне за него платили равную долю потому как я уже с инструментом и когда звучала группа крови я понял что это это мой звездный час что я сразу почувствовал что лучшего в этой студии ничего не будет создано никогда и это казалось почти правдой потому что нельзя назвать альбом петли не серого кто здесь хотя бы ну он близок кстати он хочет очень хороший альбом но пардон хотя запишем примерно так же так же звучит группа крови это ведь у кино то тоже больше не получилось такого даже близко это лучше их альбом ну так большому ну вспомните и потом что было пачка сигарет ну не знаю и когда слава богу курёхин тогда ой курёхин да тогда очень сильно пошел вверх со своими концертами в октябрьском воскака и и в лен совета и в общем курёхин приезжал ко мне в студию переписывать и слушать 38 38 скорость и переписывать и на кассеты вот и когда в очередной его приезд я как-то попросила говорю что сергей я очень хочу принять счастье в твоей поп-механике ну хотя бы потому что я никак не могу на нее попасть не дают билетов я в общем все время там на обочине слушаю там снизу и а мне хочется послушать изнутри вот но на концерт мне не хочется потому что я один концерт уже видел все таки а вот поучаствовать нельзя он говорит а в каком амплуа я говорю ну я бы хотел вот с гитаристами выйти как гитарист еще еще один он говорит это отличная идея после этого без меня не было ни одного концерта практически у меня даже возил за границу хотя играть я не умел то есть на ляпин надо мной все время издевался когда слышал что я игра вот но и и и каспарян и цоя они тоже смеялись надо мной на тем как я неловко играю и курюхин это слышал но он все равно меня оставил всегда между ними то есть он говорил что будет стоять вот и на таком одном из концертов я говорю витеньке витенька прости меня что я так такой был козел гандоны это пидор ведь может быть запишем альбом а песня идет я ему кричу то есть я не могу больше я должен давай сведем у вас за группа крови там примотно во время игры он говорит давай потом каспарян мне звонить ну что будем сводить я говорю давай вот мы поехали за аппаратурой мы поехали курюхину курюхин только что получил оборудование в концерте и мы это оборудование взяли привезли домой на каспаряновской машине они у каспарян еще не было машины не был друг который привез ему гитару из сингапура вот он как раз и помог это аппаратуру привести мы я поставил подключил и на следующий день они приносят с собой это многоканальную студию и вдруг в моем доме 1 многоканал очка до 4 канальная да но все равно я с таким любовью это готовлю ячейки для нее так это поставил эквалайзеры агут такие здоровые 32 полосные на каждой из каналов каждый из каналов там был очень ручечку раз и шипа нет так хороший эквалайзер а высокие остаются все после этого когда группа крови возникла все говорят господи даже абсолютная студийная запись абсолютно студийная офигенная фирменная потому что все что мы вычислили голоса добавили компрессия из и добавили холла холл был первый первый в истории рок-клуба с не было такого эффекта в принципе нет динокорд был уже пришел когда лдм динокорд комсомольский там был холл я убрал и использовал его в алисе но spx 90 от жаны ни с чем не сравнился и рок-клуб царство ему небесное реально дал мне этот ребратор на пол на некоторое время на год я еще даже с успехом его поэксплуатировал я ездил с ним на мифы рулить мифы или мифы мне за него платили равную долю потому как я уже с инструмент и когда звучала группа крови я понял что это это мой звездный час что я сразу почувствовал что лучшего в этой студии ничего не будет создано никогда и это казалось почти правдой потому что нельзя назвать альбом петли не серого кто здесь хотя бы ну а он близок кстати он очень хороший альбом но пардон хотя запишем примерно так же так же звучит группа крови это ведь у кино то тоже больше не получилось такого даже близко это лучше их альбом но так большому ну вспомните потом что было пачка сигарет ну не знаю я я я я всегда любил вот у цоя мажора миноры братская любовь и я ему говорил что вот это вот моя любимая всегда но его каково ебет чужое горе я не знаю мне кажется что на него самое большое влияние оказал джоанна может быть действительно он так она его немножечко приподняла в свою собственно собственно глазах что он стал таким совсем высоким в большому счету песни на группе крови они были очень конъюнктурны потому как шла война умирали люди и мы ничего об этом не знали только приходили слухи о том что грабы 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 и все очень боялись на эту войну идти очень боялись попасть в армию но я считаю что цой свою армию от отслужил тем что он написал песню под которую погибали солдаты на устах неся эту песню группа крови получается что это эти записи пришли туда сразу процесс забивания треков я к сожалению не застал потому что они ко мне пришли на четыре дня мы мы свели альбом за четыре дня вот это и была вся работа моя над группой крови в основном они сидели дома тоже переписывали по нескольку раз много есть кассетка на которых пробные записи но это в итоге они взяли самое лучшее и свели их и я знаю точно что запись происходила дома у гурьянова иногда мог каспарян взять спорта студию домой сыграть дома свое соло не отходя от кухни перенести ее гурьянову а гурьянов допустим сыграет бас потому что гурьянов был очень ритмически собранный человек и он мог сыграть вот и тут по дуду ду до ду 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 д ду ду дуду то что принципе скучно играть тихо мир у но то что было необходимо вместо секвенсов с фен сарова было и устройств синхронизации секвенсера с магнитофоном тоже не было поэтому помочь мог только человек-машина коем и был густов и он сыграл несколько басов в группе крови вот таким образом я получил запись уже на кассете за спиной сидели четверо бравых парней которые указывали мне что делать витя говорит что то я говорю что ну вот отлично сейчас выпустим альбом говорю сейчас он сразу разойдется вот он не сразу разойдется и его надо отдать джанни стингрей джанни чтобы джана его отвезла москву в америку и там в америке издала уже альбом вот он тогда придет на компакт-диски не было дисков еще вот ну мне это как-то позиция не очень понравилась я тем более что уже пообещал этот альбом я все что выходило все обещал ну то есть все передавал москву группа крови мне досталась оригинал всего на один на один день я сделал с него копию и мне попросили за этот день не сделать там 56 копий но это долго то 6 часов или 7 или 10 копий я не помню но я помню точно что я оставил жене большую ну сделал копию на 38 и оставил жене чтобы она с этой копией сделала уже на кассеты конечно же на кассетах это уже было ну непонятно что это копия оригинал я увез лукинова москву это real records и просто отдал на распространение через неделю цой уже поехал куда-то там дал интервью что он поехал сниматься в кино и увидел себя группу крови вот продающийся в ларьке он с одной стороны ему это было ну как достаточно лестно довольно лестно ведь письма сразу посыпались со всех уголков страны и предложение и звонки и это все был один день ну то есть в течение двух недель он конечно мог бы это освежать том тем что он только начал сниматься фильме игла только начал конечно же это было не так то есть группа крови его просто понесла ну просто вот этот вот момент немедленного распространения по всей стране а страна огромная а сеть у них тоже великая потому что лукинова брали еще там 10 писателей которые уже расписывали на все и они они получили грубо говоря я приехал в пятницу они получили уже все в субботу все чтобы в понедельник уже отправить нет нет конечно нет конечно нет он бурчал там что-то но конечно же он был благодарен такому пиару это был неимоверный пиар мне такой сейчас бы устроить об не я бы был бы очень благодарен любому человеку который сейчас бы распространил бы мою музыку на такую аудиторию панов тоже мертвый они им тоже мы мы скажем все хорошее он действительно реально панов не тот человек за который он себя выдавал всю жизнь он играл он всю жизнь играл какого-то урода будучи абсолютным адекватным человеком с юмором умным достаточно что-то ему помешало может алкоголь может быть среда может быть ложные какие-то императивы но он был нормальным когда мы с ним писали альбом вот этот единственный который вот мы с ним записали там несколько песен я получил заряд энергии и школу школу общения с такими людьми как он нет очень понравилось он нравился даже моим родителям он был у меня на свадьбе свидетелем то есть его было не ну то есть приятно усадить рядом с собой за стол это был прекрасный человек к сожалению не оставивший после себя должного качество материал съесть но он приходил студию пьяный это слышно я не разрешал пить своей студии поэтому у меня все трезвые сюда писались это осталось в историю на века с эдико у меня началась вообще принципе карьера до 84 году я записал группу кофе балет альбом 86 мы продолжили записали баланс а восемьдесят восьмом девятом мы записали кто здесь петлю нестерова первый альбом с эдиком нестренко тоже все очень негладко было потому что люди почему-то не желая не желая работать почему-то приходили на студию пьяные я лично по себе по опыту сужу я тоже употребляю алкоголь и я употребляю очень немного и только так и когда мне нечего делать реально бывают такие моменты когда некуда приложить свои мозги и хочется их просто разгрузить поэтому я сажусь смотрю на монитор втыкаю и выпиваю перед сном когда мне это ходит когда один естественно когда не один это не нужно то есть в принципе а люди а я всегда удивлялся зачем и почему люди пьют с утра в компании когда уже у них как бы вот уже работа то есть уже интересное дело ведь уже не скажешь что делать нечего наоборот вот сейчас как раз и нужно делать внимание мозги все включать они расслаблены громко говорят я этого не мог никак допустить то есть еще не не продуваемая квартира была с окнами на одну сторону и поэтому не проветрить ничего я говорил ребята пожалуйста не носите вино но не могу дышать этими парами я сам не пью и все но они в итоге они выпивали все перед квартирой и все они приходили один хуй они воняли как свиньи вот ну и было точно печально неприятно и это единственный единственный неприятный момент связанные с работой студии когда вот неприятно не при людям неприятном состоянии приходили но это было очень редко может пару раз всего быстро заканчивалось и болтоге не записывалось ничего и где-то день заканчивался ничем вот все совершенно случайно когда я переехал на гагарина буквально в этих же домах меня познакомили с дюши михайлов с андреем с дюшей михайлов да брат айяя он был такой немножечко приплюснутый очень прикольный хороший интересный человек электронщик и великолепный гитарист абсолютно великолепный но немножечко такой вот странноватый я с ним подружился и мы мы приглашала в гости и он часто приходил и мы сидели и что-то придумывали думали о том какой должен быть звук какой должен быть какая должна быть студия вот в итоге эти наши посиделки закончились тем что дюши михайлов это давай запишем мою группу объект насмешек я играю вот тут еще а и тем более рикошеты я уже знал и получилось так что второй то есть ну то есть после ну то есть после альбом после кофе и после сердца я уже начал записывать вот они это до сердца было айяя с рикошетом и с дюши михайловым это и на барабанах играл кондрашкин саша на электронных хуже записи у меня не было то есть это самый самая плохая запись которая получилась у меня студии я не знаю почему то ли мне не нравился материал то ли мне не нравились люди то ли мне не нравилось как они поют играют ведут себя то ли мне не нравилось что-то они все дрались как-то грубо разговаривали между собой рикошет все время конфликтовался айяем и в общем не это опыт не принес результата альбом не получился интересным но в любом случае он он есть и в любом случае та музыка и и и тот уровень развития музыкантов зафиксирован это очень хорошо это и для них то хорошо детские фотографии вон как мы ценим но зато потом объект насмешек выпустили альбом записали у вити глазкова это было полный супер панкер принес мне альбом он был тогда директором этой группы он принес мне овлдэм и сказал вишня на втыкай я воткнул и это было потрясающе с первой эпоха для нас это было потрясающе вот а панкер кстати панкер как игорь гудков он подтолкнул меня к созданию собственной студии почему потому что когда еще в пионерские времена я походил тропили вдруг восемь втором году они с гребенщиковым записали майк с гребенщиковым записали у панкера альбом назывался он 55 лв я считаю этот альбом едва ли не лучшим альбом русского рока то есть вот самое интересное что вот есть тропила есть яда а вот про панкера никогда не говорят как вот в этом а он правда записал всего лишь один альбом ну вот так вот тут себя вот в театре нервная ночь да ну да я его просто не слышал ну один альбом который мне действительно очень нравился это льв я помню позвонил панкеру и говорю и горя можно вас записаться вот мы тут с другом мы там нет 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 у меня нельзя ну вы тогда поняли что ну все раз панкер не может записать мы должны сами себя писать и так я стал всех писать но меня от торопило однажды познакомилась с московским писателем мишей бурканским который подарил меланитофон на котором я записал вот все эти группы крови там в том числе вот и этот парень миша бурканский как-то мне звонит в восемьдесят пятом году и говорит лёш вот тут один исполнитель из череповца полный улет игру чё панк страшнее еще игру как страшнее гораздо страшнее твоего свиньи вообще просто за рядом не сидел игру чё и смешно я короче тебе привезу этого человека от тебя нужным микрофоны я привезу магнитофон ухер и жить я не знаю где буду но я тебе сообщу и вот он звонит мне уже у нас свадьба прошла и вот он мне звонит и говорит лёша и мы приехали исполнитель здесь мы живем у димы бутина приезжай мы назначили время я взял такси и поехал с микрофонами с каким-то оборудованием еще мы все подключили и записали 1 1 альбом был этого башлачева вообще первая запись его питерская потом миша взял эту запись уехал и тут же на него его повязали а бхсс все забрали все записи все все и только чудом сохранившийся альбом 46 оригинал оказался у него за упавшим за шкаф и а бхс не нашла 8 его забрали полностью абсолютно все оборудование все конфисковали посадили надолго в тюрьму и эта запись пропала но потом башлачев снова приехал в питер и уже жил не убучено а ему занимался фирсов и фирсов привез его ко мне на охту и там мы записали третью столицу вот а потом мы переехали на гагарина супруга и мы начали уже уже принимать его на гагарина вот и мы с кинчем ходили к нему в гости кабинетской или песни ему нравилась одна песня моя рода дендрон там есть слова ты вечером забыл закрыть дверь на балкон тебе приснилось что уши заливают гудрон ты упал на асфальт и услышал звон может на этом месте вырастет он твой рода дендрон и он улеша я очень хорошая песня лучшая песня но наверняка он уже понимал как он закончен жизнь поэтому ему нравилось эти просфальт так получилось что мне удалось его как-то зафиксировать тоже и запись не так уж много его на самом деле и вот из почерпе чисто хрисматин и они практически все мои много фирсов записывал на кассетник вот ну я честно скажу и когда записывал башлачева не понимал что это то есть я обижался на баюканского кого-то мне привез прислал что такое не панк не не смешно и вообще слов я таких не понимал культуры этой не принимал русская мне все противно было не знаю почему у нас не было конкурирующих фирм в рок-клубе все работали на одно донести информацию до слушателя мы помогали безвозмездно друг другу всегда во всем в любых фирсов у меня переписывал с оригиналов на кассеты я ездил в москву бесплатно у него там в коптерке в его маленькой этой в маленьком купе служебном просыпался в химках потому что он берег мой сон это хороший период очень ездили в кинчево в гости ну просто так на пару дней возвращались домой это было прекрасно и сергей сделал со своей стороны много чего полезного это его и развивала тоже он как-то богател на этом я не богател на рок-музыке например вообще но так может быть сделал несколько заказов я безумно любил курёхина просто вообще фанател и для меня все что сделал этот человек сделать ну все что он придумает было смешно и интересно и я еще не был достаточно развит и мальчишка и не у меня воспоминание самое теплое в этом единственное плохое воспоминание о том что он перестал музыкой заниматься и все время говорил что это не нужно никому что вот эта техника никому не нужна это музыка мертвая мне он бы я приходил он пока мне приходил мне говорил такие вещи что лёша бесполезно ничего не создашь нового ничего ты ничего не создашь нового ты ничего не запишешь я говорю да как же вот ко мне кинчик приходит он только посмеялся тогда это в музыке уже ничего нового не создать уже все сделано я говорю ну как же вот свой же нет ничего нового я все думаю черно заладил но он же мне и он не стеснялся сказать что ты знаешь что вся музыка спижина мне так обходил этот округлый говорил что ничего нового ничего не создается ничего когда вот пять лет назад я воткнул последний альбом пикника я же у меня же просто уже обжался в креслах от этого от аранжировки того какой звук просто три инструмента играют и какой звук я не помню я не меломан и не помню как называлась песня но это было потрясающе то есть я сразу понимал что нет ну не менее создать такого звука потому что мне такой техники звукоизвлечения и вы в электронными средствами этого не достичь поэтому принципе небольшая есть печали о том что все равно того что хочется создать никогда не создашь для этого надо быть ляпином но я не знаю за дыри за дыри мне сказал что это народная песня народная песня что ее кто-то перевел на русский язык какую-то немецкую но представил мне масик стал и пин он работал светотехником и дизайнером группа алиса он придумал это все вот это лиса логотип вот и в общем так получилось когда я играл в алисе я вошел среду естественно но они же мне записывались и масик не в итоге спел эту песню и я как-то после того как мы записали этот вот в момент записи этого альбома а я говорила вот тут масик не песню спел кости а можно я спою и да конечно вишня отчета же твоя песня как моя нет это масика песня а ну да это даже наша песня да пой конечно запишите ее конечно сделайте что вот а это была песня алисовская они просто пели сами для себя вот и когда кабарет академия приехали в ленинград чтобы записать передачу аффективной свадьбе я был приглашен на эту свадьбу в качестве исполнителя потому что я с ними был знаком вот и когда стал вопрос о том что надо исполнить было понятно какую песню надо на свадьбе спеть про жену и любовника рубил топором они веселые ребята у них все песни с юмором надо им спеть такую песню чтобы им понравилось и я нашел спонсора который вложил денежки один из силовых структур человек привез меня на мелодию дал денежек юрий богданова юрий морозов и мы записали с ним эту песню потом на телевидении я ее записал и там была подпечатка там что-то я там не было сносок на авторство вот ну вот так с я с ней прославился маска меня обиделся а зачем ты ее спел там значит мы с тобой хотели записать и громад ну ты же не поешь как бы ну как то я не пою пою ну в общем ну так получилось что не смог я выполнить масиковскую просьбу и короче забрал песню себе вот и все и а когда кабарет дуэт академия привезли эту запись домой они естественно сделали копию этой свадьбы и подарили пугачевой пугачева смотрит и говорит какая песня это же для вас никогда действительно для нас ну вот таким образом она к ним перешла что делать ну они же не но что вообще вне этим воспользовался ну вот ну и так считается что она моя хотя она на самом деле масика хотя вот за дыре говорилось она не масика дело темно в 80-х годах москве был синдикат синдикат под управлением товарища ушакова самого главного хранителя всех всей фонотеки и так далее и там были разные люди в этой среде я их всех ну половину из них я знал и действовал напрямую с ними то есть встречаясь будучи в москве я продвигался в свои записи которые делал на то чтобы они были бесплатно дописывали допустим песню записал да ее в москву она бесплатно допишется какому-нибудь другому альбом то есть но только потому что я заполнял завет тропила о том что музыка должна быть услышана записана и услышана но только тропила не занимался пиаром а я на это посвятил время то есть я понимал что нужен пиар отдел и в принципе они мне платили пленками то есть мне нужны были ленты на как профессиональные и москва давала ленты большом количестве их спокойно нарезал кромсал мне было не жалко потому что было очень много очень просто появляется оригинал у кого-то что-то такое копия с этого оригинала на 38 стоило денег значит там был абонемент у шакова был абонемент каждый кто допустим там денег не не крутились деньги в этой среде а вот у тебя песня появилась ты внес песню у тебя трек появился и ты возле внес вот кто-то вносит альбомы кто-то треками но все получают себе в итоге получают я не знаю на каких условиях но это была сеть в которой был центр туда приходили за первыми копиями жарики соединалов на 38 приносили свои студии и уже с эти с этой делали свой мастер и с этого дописки все и с этого мастера уже делалось по тысячи копий и эти копии уже абонементарно то есть на абонементе буквально не отправлялись уже туда куда надо то есть и деньги тоже соответственно почтовым переводом то есть это была большая индустрия я в ней не участвовал но помогал помогал другим людям зарабатывать производил фонограммы и представлял их им за долю малую вот вот за пленочки допустим про дописку могу рассказать как однажды дописка повлияла мою судьбу я записала альбом мифов мифология и в конце альбома в этот же период на этих же инструментах был записан мой альбом сердце я взял одну песню которая только начинал то есть предыдущий вариант грубо говоря песня я червяк и подписал его в конец то есть вот заканчивается медицин стрит долго ла 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 медицин стрит и вот после этой песни я начал поставил червяка ну чтобы дописать до 40 минут хотя бы И дал этот оригинал Гиде Барихновскому, когда ему потребовалось поехать в Москву. Он поехал в Москву к Юрию Бершицкому, а Юрий Бершицкий был музыкальным редактором программы «Муза-босс», «Взгляд» и все такое прочее, тема и так далее. В общем, приходит Барихновский с Маколизом на телевидение просто поставить пленку, чтобы договориться о том, чтобы в передаче «Что, где, когда» музыкальная пауза была отдана мифом. И вот они приходят, ставят свою запись и ждут 40 минут отдельно в коридоре. Ходят, гуляют. Приходите через час. Через час они приходят и говорят, отличная, у вас отличный альбом, нам очень нравится последняя песня. Коротенькая. Он говорит, да как, у нас последняя песня самая длинная, «Мэдисон стрит». «Нет, там не прострит, там…» И, короче, ставят ему вот эту песню. Он говорит, это не мы. Я говорю, а кто это? А это Вишня, это наш звукорежиссер. Мы вот все, что было до него. Я говорю, они говорят, ну, понятно, ну, ясно. Короче, они не взяли мифы, музыкальную паузу, и через полгода нашли меня. И я уже выступил у них с двумя песнями целыми «На что, где, когда». Вот так вот дописка к группе «Мифы» повлияла на мою личную карьеру. В 98-м году я вдруг понял, что альбомов-то я не выпускал уже 10 лет. Что-то езжу и концерты даю там за 500 долларов со старыми песнями. Неудобно. Иллюзия альбома, который был записан после «Танцев на битом стекле», который выпустил Тропилу на мелодии, он слегка опередил время. Мы с Ленкой написали там такие сложные тексты, которые не прочитались в то время. И фактически провалился альбом. А ведь больше всего на свете не хватало многоканального магнитофона. И я подсознательно ждал его. Когда он у меня появится? Он у меня должен был появиться сам. То есть кто-то должен был прийти и сказать «вот на». Как было это всегда. Я этого момента ждал. Год, два, три, десять. В итоге вдруг в 1993 году я познакомился с компьютером. Мой друг купил Нивку. Или 92-м, да. Ну, я не понял, что этот компьютер может делать, кроме как работать как большая и несносно тяжелая печатная машинка. Потом появился 86-й компьютер. Потом 286-й. Потом 386-й. Так вот, на 386-м уже можно было писать музыку. Он стал многоканальным магнитофоном. Макинтоши до этого за 10 лет стали многоканальными. Но они стоили, как моя жизнь. А письюк относительно недорогой за 4000 долларов уже можно было приобрести. Собственно, это и была многоканальная студия. Как только это появилось, жизнь изменилась. Но пропало все, что связано с музыкой. Все было отдано технологии. Как соединить две звуковые волны так, чтобы они не варились. Как сделать так, чтобы это было хоть чуть-чуть похоже на пленку. Да, возможности редакции большие. Но паранойя в связи с этим тоже очень большая. Потому что, по сути, компьютер убивает музыку. Не звучанием, как все считают, а именно возможностью переписать любой момент. В итоге люди не издают музыку, а ее как-то собирают из мозаик. Мозаику делают. Пазлы собирают. А День серебра – это не пазл. Это великое искусство. День серебра – это не пазл. Это натуральное. Это вот как натуральный продукт и искусственный. Сейчас все искусственное. Сейчас продукта натурального нет. А если кто-то и попытается его создать, то все скажут – звук говно. Хоть там как сыграй. Ну вот нету такого вот... Чего хотелось бы. Когда появился многоканальный микрофон в компьютере, в обычной печатной машинке, то уже появилась возможность создавать музыку на коленке буквально. Сидя просто за письменным столом. Ни в студии, нигде. А дома вот за письменным столом. Надел наушники и создаешь. Так был сделан сон моряка. В одиночку. Дома. Без технологий. На печатной машинке. За пять лет до этого, за десять, еще когда не было операционной системы Windows, была DOS. Под DOS была написана программа трекер. Трекер позволял писать музыку цифрами, числами. То есть волна номер 255. Бас. Значит, ноль, скажем, это до, до. FF это до в верхней октаве, то есть повыше. Вот зная эти символы, трекерщики писали электронную музыку. Потрясающего качества, восьмибитную. Лучше этого звука вообще. То есть это было следующее, так сказать, направление музыки, которое после рок-клуба, которое меня же увлекло, которое умерло очень быстро, потому что появилась операционная система Windows. И трекеры стали никому не нужны. Но звук трекеров не перепутаешь ни с чем. И никогда в жизни на многоканальной технике не добьешься этого звука. Сон в река записан по такой подобной технологии. Подобной технологии музыки из чисел. Да. Поэтому мне очень нравится. Потому что это было заря компьютерного вообще звукозаписи. Самая заря. То есть самое начало. Вот. И я никогда не думал, что этот альбом добьется такого результата, что вы о нем спросите через много лет. И если честно, мне альбом очень нравится этот сон моряка. Вот удивительно, но он пускай записан хуже, чем другие, но мне он все равно больше нравится. Ну, то есть там была эмоция. В 2002 году так получилось, что я потерял, поделил свою жизнь надвое. То есть я потерял жилье, стал бомжом. И в 1999 году меня обманула Света Петрова, взяла деньги, не отдала. Сейчас говорит о том, что ничего я ей не давал. Вот. А я продал квартиру, чтобы помочь ей в проекте. Вот. Совершил глупость, естественно, но в итоге это все привело меня к сегодняшнему дню. Вот. Ничего плохого не случилось, все нормально. в 99-м году, я сидя на костылях, нуждался в том, чтобы ну, как-то рассказать о себе. Потому что я набирал себя Алексея Вишни в интернете, не видел ни одного результата. Ну, ни одного. Меня интернет не знал. Я с этим смириться не мог. Вот. И потребовалось как-то себе заявить. Я же просто инвалид. И неизвестно, когда срастутся кости и срастутся ли они вообще. И кем я буду после этого. Вот. Смогу ли я нормально ходить. Я написал, увидел по телевизору группу «Русский размер» и написал им, что они классные. Они тут же отреагировали и выступили по телевизору и сказали, а нам тут Вишня написала, что мы классные, а круто. И тогда уже я не вытерпел, позвонил им и говорю, ребята, давайте что-нибудь вместе сделаем. Они говорят, а мы к тебе в гости приедем, давай. И вот они к ним приезжают в гости. Я говорю, ребята, дайте мне микрофон. Они привезли микрофон. Вот. Я подключил этот микрофон к компьютеру, который мне тоже принесли, потому как у меня ничего не было вообще. У меня ничего не было. Я голый. Я в одних штанах вышел из больницы и туда, где моих вещей не было. Вот. Мне принесли компьютер. Я включил его в сеть, благо электричество было. Начал работать. Сначала записал песню, песню для заказчика, владельца компьютера. Потом начал делать собственные собственные поделки. И началось из того, что шла определенная перестройка. В 88-м году перестройка была, говорили все про советскую власть, а в 99-м году была другая перестройка. Там говорили все про уже Ельцинскую власть. на всю правду. Это уже было после голосу и проиграешь через несколько лет, когда было понятно, что Ельцин уходит. И когда была смена власти, на этой смене власти вдруг разрешили говорить все. И я это вдруг услышал. Я до этого не включал телевизор. И, окажавшись просто на костылях, физически, не воз... просто нечего было делать. Я включал телевизор, слушал Доренко. Меня выносил мозг. Я это не мог не записать. Я тогда просто подключил микрофон от русского размера. С микрофона снимал, не было выхода. Старый телевизор. Я записывал Доренко прямо на компьютер. А музыку же надо какую-то сочинить. иду по улице ларек для компьютеров. CD-ROM написано. Там всякие игры. И DJ 2000 Asset 2000 программа. Думаю, о, круто. Покупаю эту программу, приношу домой, а там заготовки прямо для будущих треков. Прямо в любой тональности, которую хочешь. Хочешь этот тики-тики добавить, пожалуйста, ставить. Все там все. барабаны, все басы, все. Я как врубил, думаю, вот это да. И сразу стал музыку сочинять. Тут же. И Доренко наверх. Раз, первый трек. Доренко спел про Путина. Рисую баннер синего цвета. Иду на хороший форум, где 20 тысяч в день ходят. Вешаю туда баннер, потому что у меня там поднески отношения. Раз. И появился МПТ-3.com, который платил за даунлоуд. И это сразу думаю, нифига себе. Я размещаю там песню, ее Вася скачивает, и мне за это 5 центов. Ни хрена. Я, короче, нужно был контент очень свой. Там описано, вы можете сесть и пукнуть. Вы должны пукнуть, записать. Если это кто-то будет слушать, мы вам дадим деньги. Таким образом, заработал около 10 тысяч долларов на этом. Я просто писал там, Доренко спел про Путина. Раз, баннер вешаю, 20 тысяч скачали, мне сразу 148 долларов. В этот же день, прямо у меня на счету. Правда, приходили они там не так уж часто, но на следующий день поменьше, поменьше, поменьше. Таким образом, нужно было сочинять побольше всякого говна, чтобы люди слушали и восхищались. И в итоге я достиг такого совершенства, что записал Виагру для Путина. Помогли ребята из администрации президента, которые работали в пропаганде. Отдел пропаганды администрации президента. Они сразу же услышали в этом стёб, но при этом стёб был довольно-таки комплементарный. И это и спасло, собственно говоря, и жизнь меня спасла, потому что я какое-то время очень хорошо, безбедно существовал на эти средства и создал несколько шедевров, которые до сих пор смотрятся и показываются друг другу в разных ключах. То есть оппозиция видит в этом своё, вешает, говорит, центристы видят в этом своё, вешают, говорят, вот. И мне удалось погладить двух котов сразу, двух разных мастей. А я даже встречался с ней потом, ей так понравилось, что она говорит, я хочу посмотреть на этого парня. И она меня позвала, я приехала на охотный ряд, принял участие даже в каком-то их мероприятии. Ну, то есть люди-то нормальные, они, Стёп, по отношению к себе, Стёп, по отношению к себе эти люди нормально принимают. Этот кусочек мне подарил мой друг Олег Кушнирёв, радиодиджей. Он работал на радио, и для радио, он часто тоже записывал с телевизора, он мой коллега, он часто записывал с телевизора реплики, как Игорь Веричев из группы «Новые композиторы», потом они появлялись вот в этих песнях. Вот, и таким образом Олег Кушнирёв как-то записал передачу у Лушникова, когда на синей странице сидит абсолютно уторканная хакамада такая, вяжет языком, вот она так вот совершенно пьяная, то ли пьяная, то ли уже уставшая, говорит, я встречалась с президентом, я ему дала справку о том, что, и, в общем, конечно, справку я отрезал. На самом деле она же никогда не могла отдать ему, потому как она же была против него всегда. Ну, ей это было лестно. Она сама 10, 10, 10, моему курьеру заказала 10, привозили в охотный ряд 10 экземпляров. Сдавал я сам, то есть, это, грубо говоря, я приехал, меня встретил Рыков из пропаганды, великий интернет-продюсер, пиарщик политический, он как просто меня встретил и отвез на завод, у меня был паспорт с собой, и он дал денег и сказал, давай, заказывай от своего имени, что ты, значит, чтобы тишина была, чтобы никто единственное, что мы администрацию поблагодарили Владислава Суркова, поблагодарили и администрацию, что денег дали. А денег они, наверное, нет. Ну, то есть, грубо говоря, они ждали еще второй альбом и видеоальбом, но материала уже не было такого интересного. Все, сами же, сами же все испортили, а потом из чего делать-то? Сами же СМИ испортили. СМИ превратились вручную совершенно в говно какое-то. Боря Корчевников, который работал всю жизнь с Парфеновым, да, в Намедни, и был такой кромешным Степком, вдруг превращается в такого Киселева, который по другому каналу. Ну, вот так вот. Все. Ну, в общем, люди меняются, естественно, меняет их среда и условия жизни. Я всегда любил Цоя. Я всегда хотел, я всегда пел его песни. Он меня сам их учил, он сам играл передо мной их, и я поэтому умел их играть. Я видел, какие он аккорды занимает, в какой позиции, как он работает правой рукой, что он, как он зажимает левой. Я научился его бою. Я, в принципе, пел его песни, у меня высокие мелодичные голосы, и я выпивал его вот эти мелизмы очень тщательно. Ему нравилось, когда я пел его песни. То есть он не морщился. Вот. И испытывая новые синтезаторы какие-нибудь, купив что-нибудь новенькое себе в студию, я всегда, я даже не знаю, почему, ну, первые четыре, понимаете, да, 64 голоса записывал даже хор. чтобы он не был настолько противный. Появлялись какие-то такие сказочные абертона. Вот. И вишневое кино, этот термин придуман Мороза Рекордс Сергеем Голицыным, собственно, я ему показал, как я пою Цоя. Я показал ему эту нелюбовь, Камчатку, и он говорит, что это новое, новое видение. Реально новое. Когда поет Кормухина, она же тоже не добавляет многоголосия. А ведь можно было. Но она уважает Цоя. Я тоже очень уважаю Цоя, но я его больше люблю, поэтому я доношу все, что слышу в этой музыке. Музыка богатая на эксперименты. Аккорды, которые придумал Цоя, ну, то есть сочинил, аккорды, на которых Цоя сочинял свои песни, удобные для распевания. И я подумал, что в Вишневое кино можно сделать, это будет ликвидная музыка. Мы попробовали сделать песню с Севой Гакелем. Сева был в восторге. Просто в момент работы он был в восторге. Он говорил, что это восторг, мне очень нравится, давай делать. И мы несколько дней провели за инструментами он сыграл гитару, сыграл виолончель. Я сыграл барабаны и запрограммировал все, и спел. И таких песен всего будет 14, они выйдут на виниле. Когда, не могу сказать, их надо записать. Гребенщиков сейчас поет, я объявляю свой дом безъядерной зоной, а мне ничего не остается сделать, как спеть ядерной. Потому что это прятать голову в песок, петь, о том, что у нас безъядерная зона. Нихера себе, мы живем на атомной бомбе. Мы живем рядом с атомной электростанцией. Мы живем в крупном мегаполисе, который первый потерпит поражение, если что. Какая там нахер безъядерная зона? Давайте не обманывать друг друга. Поэтому я объявляю свой дом именно ядерной зоной. И я ничего не могу поделать с этим. Я с этим живу уже вот 50 лет в ядерном государстве. И я несу эти все риски, и вы несете. И закрываться от них в песок, говорить, что это не так, было глупо и в 88-м году, и в 85-м, и тем более сейчас, когда идет война. Для меня рок-клуб значил это, вот знаете, вот школа, что значит для человека? Это даже не среда, потому что среда была вся завоевана у меня в районе. А рок-клуб это то место, которому, о котором я грезил. безусловный авторитет людей, которые играли и выходили на сцену. Безумное желание помочь этим людям чем угодно. Я не знаю, почему я связал свою жизнь с этим. Я вообще должен был быть мастером на хлопковом производстве. пойти в техникум и стать мастером. А потом директором завода. Вот моя в принципе биография должна быть такая. Я не знаю, почему случился рок-клуб. Почему после этого рок-клуба я ни дня в своей жизни поработал, возомнив себя творческим. творческой единицей. Может быть, все пошло бы иным путем, но музыки было бы меньше. в этом есть здравое зерно. У человека, у которого есть любовь, друзей нет. У него была Марьяна. Марьяна занималась его окружением. Да вы сами понимаете, что если человек женится, то он теряет друзей. Он просто реже им оказывает внимание. Поэтому в тот момент, когда я познакомился с Цоем, у него был один друг Марьяна Цоем. Ну и рыба, конечно, с которым он расстался так, как зажигалку выбросил, которая больше не горит. Рыба никогда бы не ушла из кино. Что он дурак? Просто зачем-то он познакомил Цоя с Каспаряном, вот это я никак не могу понять. Но он нашел Каспаряна. Он его привел в группу. Во-первых, он был прежде всего честным человеком. И он дружил с Каспаряном, и они разыгрывали песню, которую мы с ним играли. На две гитары разыгрывали. Упражнения делали. Рыба с Каспаряном были нормально. Дружили, все было хорошо. Пока рыба не стал предъявлять претензии на кино. И два гитариста тоже не нужны были. И Рыба он был старше Цоя. У него это было потом Рыба в большей степени был знаком с Гребенщиковым каким-то образом. Больше ходил к нему, чем Цой. И Рыба уже стал предъявлять такие права. А Цой ему говорит, а что ты права проявляешь? А Цой на права был очень сильный. Он как будто бы думал, что он эти права в группу несет, но он стоял горой за эти права. И когда я организовал всю запись полностью, предоставил музыкальные инструменты, студию, квадратные метры, свободное время, аппаратуру, пленку, он написал продюсер кино. Я спросил, а с какой стати собственно продюсер кино, а звук вишня? А может продюсер вишня, а звук кино? Он говорит, нет, говорит, продюсер это тот, кто говорит музыкантам, какие кнопки нажимать. Я говорю, а что тропили ты этого не сказал? Ну, говорит, не успел. У них всю претензии к тропилу, что какой плохой звук тропила сделал, плохой такой. Вот такой плохой тропила сделал такой плохой звук на таком хорошем альбоме, как один, другой, третий. Вот такой плохой тропила. А еще и выпустил. И вот они вечно все такое про тропила, все вечно через губу. Вот он выпустил, вот он украл не ту фотографию, козел. Блин, ребята, этот человек